ребятушки всем привет я павел городницкий и сегодня мы снова говорим о ютубе в прошлом выпуске ссылочка в описании я рассказывал об основных принципах и правилах ютуба а сегодня поговорим о деньгах о секретах и о других фишечках этого чудесного видеохостинга подписываемся на мой канал естественно бьем в колокольчик ставим ценнейший лайк и поехали обсуждать youtube первый совет у меня сегодня фундаментальный самое главное помнить что приходить на youtube нужно не ради денег а только если хочется что-то сказать чему-то научить чем-то поделиться то есть не нужно сразу рассуждать вот я сейчас делаю это я смогу потом заработать столько так как вот эти вот блогеры нихера это вообще неправильная логика я уверен что до минимальной популярности до рекламных интеграций до ощутимых заработков доходят десятые то есть сотые доли процента всех блогеров поэтому ваша цель оставить свой полезный след в цифровой истории помните об этом всегда у начинающих блогеров есть стандартная дилемма можно сесть перед камерой а можно взять микрофон здесь компьютер написать себе какой-то текст на диктовать этот текст а потом перекрыть его картинками и видосами и вот у меня спрашивают а как же лучше как же круче и я почти всегда отвечаю почти всем вот практически каждому я говорю что нужно учиться быть и жить в кадре потому что это в принципе развивает речь а это уже по умолчанию полезно потому что так проще и быстрее монтировать у вас уже есть картинка вам практически точно не прилетит strike за использование чужих материалов правообладателя все дела еще на будущее реклама где есть ваше лицо гораздо дороже прямо ощутимо дороже потому что у вас есть зрительный контакт с подписчиком сколько стоит сделать одно видео естественно есть куча разных форматов куча разных тематик но я говорю о самом примитивном вот я вот одна камера вот мой диван и так если вдруг у вас есть возможность снимать дома если вы сами научитесь выставлять кадры свет и так далее если вы научитесь обрабатывать звук и монтировать и пилить обложки фотошопе то стоимость видоса 0 рублей но разве что вам придется потратиться на телефон или на камеру это 20-30 тысяч рублей и на петличку это например 2000 рублей то есть затраты будут совершенно копеечными если же вы не шарите в монтаже и так далее если у вас нет какого-то нужного помещения давайте смотреть снять лов это от 1000 рублей в час оператор от 1000 рублей в час это еще без оборудования монтаж видео и звука где-то от 1000 рублей за 10 минут обложка ну какой-нибудь школьник вам ее нарисует например за 500 рублей то есть тоже на самом деле гуманно но все-таки что-то потратить придется ну а если вы вдруг задумаете сделать интервью как у раннего дудя то в среднем вам придется потратить от 30 до 50 тысяч рублей за один выпуск в зависимости от города от хронометража и так далее есть ссылочка в описании я там посчитал во сколько может обойти запись интервью до цены прошлогодние но радикально они не изменились один из самых популярных вопросов а сколько же нужно собирать просмотров чтобы к тебе пришли рекламодатели чтобы они стояли в очереди я вам отвечу очень банально все зависит от тематики есть тематики где ты регулярно собираешь 5000 просмотров но уже есть какие-то подвижки уже есть какие-то клиентики уже есть какие-то заказики есть тематики где нужно например 100 тысяч просмотров а есть тематики где-то собираешь 200 тысяч просмотров например без своего лица и ты не И всегда имеешь рекламодателя, то есть ее приходится ждать, пока кто-нибудь придет и скажет, вот я хочу у вас купить рекламу, и ты только после этого садишься за ролик, несмотря на то, что у тебя популярный канал. Я бы сказал, что в среднем по всем тематикам, наверное, нужно собирать стабильно 50 тысяч просмотров, и тогда реклама будет, и на этом можно будет хоть как-то жить. Сколько же платят за рекламу на ютубе? Я имею в виду прямые интеграции. Наверное, где-то от 20 копеек до рубля за один просмотр, рубль это уже очень солидно. Совсем в среднем, где-то 50 копеек за просмотр, на это ориентируются медиаменджеры, которые продают рекламу, которые покупают рекламу. То есть, хочешь срубить 100 тысяч рублей, генерируй 200 тысяч просмотров регулярно. Внимание, сейчас будет очень банальный, но крайне важный совет. Нельзя шквариться с рекламой даже на старте. Вот вы запустили свой ютубчик, вот вы собрали первые 10 тысяч просмотров, вот еще 10, вот какой-нибудь ролик стрельнул, и у вас в личке уже обязательно есть кто? Кто? Какие-нибудь мамкины каперы, пирамиды, курсовые, какие-нибудь ублюдские наушники совершенно, просто мега подделка за 500 рублей, которую в подвале собирали. Или, например, крипта, в которую вы не шарите, не нужно туда лезть. Вам кажется, вот это первые деньги, это мотивация, да никто ли потом не вспомнит? Вспомнят обязательно. Давайте, пожалуйста, не гнаться за мелочевкой. Теперь о монетизации на ютубе немножко поговорим. Идет 2023 год, и для России монетизация, по сути, умерла, потому что российские просмотры стоят 0 долларов. Да, кто-то смотрит из-за границы, кто-то включает VPN, чтобы блогерам капала какая-то копеечка, но если раньше в среднем по тематикам, наверное, было в районе 1000 долларов за миллион просмотров, сейчас суммы в 3, в 4, в 5, в 6, в 10 раз меньше, то есть там действительно капают гроши, которые еще и тяжело снять. И на что же рассчитывать, если ютуб помер, спросите вы, я вам отвечу так, есть бусти, то есть там вы можете предоставлять какой-то эксклюзивный контент для подписчиков, кто-то платит, например, 100, 150, 200 рублей в месяц и получает за это ответы на вопросы в ваших видосах, или какое-нибудь общение в чате, или еще какие-нибудь бонусы, бусти работает, есть ребята, которые прямо живут за счет бусти, что еще есть? Есть CPA, например, тот же GetBlogger, таких сетей много, там вы, допустим, забираете ссылочку на подписку Яндекс Плюс, Иви, Старт, какие-то банки и так далее, вы рекламируете эту подписку или какую-то услугу, ссылочка лежит в описании, и кто оформил, если кто-то оформил, тот принес вам деньги, там 100 рублей за активацию, 150, 200, если это какой-нибудь кредит, там несколько тысяч рублей, то есть CPA, это сколько купили, столько вы и получили. Жить на это стабильно тяжело, но это лучше, чем нуль, который сейчас на ютубе. Как работает продвижение на ютубе, давайте об этом поговорим. Во-первых, есть миф, что вот вы завели канал, вот вы пульнули первый ролик, и ютуб сам его забустил, вот, пожалуйста, радуйся, человек, вот, тебе много просмотров, далеко не всегда и не со всеми каналами это работает, бывает такое, что загрузил видос, а там 7 просмотров, ну, раскидывайте его друзьям и ждите, когда поисковые алгоритмы, когда рекомендательные алгоритмы ютуба нароют ваш ролик. Чего делать категорически нельзя, нельзя отчаиваться, думать, все, я бестолочь, я никогда ничего не соберу, и сейчас я пойду каким-нибудь образом закуплю рекламу у Гугла. Там достаточно дешевая реклама, ваш видос будут транслировать перед другими роликами, и это просто путь в никуда, потому что, да, вы можете набрать так десятки, а то и сотни тысяч просмотров, но вот есть ваш видос, у него 100 тысяч просмотров, у него, например, 12 лайков и 2 комментария. Человек заходит, зритель, который немножечко шарит и думает, ооо, да парняган накрутил себе просмотры, хотя это просто просмотры из рекламной сетки Гугла, но они не дают вообще вам ничего, ни подписчиков, ни хера, они наоборот вредят вам, потому что мы помним, для ютуба очень важное удержание, а какое здесь удержание, если в среднем ваш видос смотрят 5 секунд, как раз тот же самый ютуб видит, ооо, кто-то открывает ролик, смотрит 5 секунд, наверное, там ни хера интересного, я его рекомендовать никому уже не буду, короче, не покупайте рекламу у Гугла. Тогда логичный вопрос возникает, где же самая эффективная реклама? Я вам отвечу, внутри ютуба, но у других блогеров, есть какие-то авторы по вашей тематике, вы к ним приходите и говорите, вот у меня такой-то каналчик, а можно ли у вас купить рекламу? Покупайте, это будет дороже, чем у Гугла, там не будет десятков тысяч таких халявных просмотров, но зато вас нативно отрекламируют, к вам придут реальные живые люди, они посмотрят ваш контент, они на вас, вероятно, подпишутся, они будут лайкать, комментировать и так далее, это все гораздо ценнее, это та самая, о которой я говорил в первом выпуске, лояльная аудитория. Теперь плавно переходим к совсем узким вещам, набирают популярность уже много лет подкасты, и вот подкастеры иногда спрашивают, а как же наши подкасты грузить на ютуб? Очень просто, если вы возьмете, например, свой голос, возьмете какую-то статичную картинку, загрузите на ютуб, ютуб никогда в жизни этот подкаст рекомендовать не будет, но если вы добавите какое-то движение на картинку, какой-нибудь хотя бы эквалайзер, ютуб распознает этот ролик как раз как видос и будет уже хоть кому-то советовать, то есть если у вас подкаст, не должно быть ни в коем случае статичной картинки. Ну и напоследок 5 коротких вопросов о ютубе, когда постить видео, какое лучшее время, когда лучше не постить, все очень просто, глобально совершенно плевать, вообще насрать, ютуб уже так работает, что вот вы загрузили, даже если ночью, как Артемий Лебедев, потом просмотры все равно подсосутся со временем, ютуб будет рекомендовать, рекомендовать, рекомендовать ваш видос, пока он не найдет до хотя бы средних значений на вашем канале, поэтому вот мне нравится грузить видео в 10 утра, в 11 утра, в 12 дня, например, чтобы ролик собирал просто весь день, и только к вечеру уже там были какие-то просадки, то есть я загрузил, потом я целый день вдохновляюсь тем, что у меня есть эти просмотры, мне нравится. Но были, например, времена, когда я и ночью грузил после каких-то футбольных матчей, когда это было вообще безотлагательно, нельзя было откладывать ни на секунду. Бывало такое, что я вечером грузил, когда считал, что вот на следующий день у меня не будет возможности как-то нормально оформить видос, разные бывают, ютуб реально докручивает, так что не парьтесь совершенно. Сколько ставить тегов у видоса, есть два мнения. Первое, что в 2023 году ютуб уже не обращает внимания на теги, можно буквально 4-5 важных поставить и забить хер, я пробовал так делать, у меня, возможно, не поэтому, но просмотры капельку упали. Поэтому что я делаю? Я сначала пуляю самые ключевые, самые важные, самые популярные теги, а потом пишу еще много-много-много-много. Вы можете поставить себе в браузер плагин видик, и он вам покажет, насколько оптимизировано ваше видео с точки зрения тегов. Что должно быть в описании ролика? Собственно, само описание видоса, буквально 2-3 предложения, ссылки на ваши соцсети, чтобы люди подписывались, тайм-коды, если видос, конечно, идет не одну минуту, 3 главных тега, контакты автора, чтобы с вами могли связаться рекламодатели, вдруг такое наступит когда-нибудь, время. И, конечно же, краткая информация о канале. Я себе добавил, там вот несколько предложений, и с тех пор, как я добавил, я замечаю, что по этим ключевым словам ко мне переходят, переходят, переходят зрители. Так что краткая информация о канале тоже нужна, в самый конец ее ставим. Что делать, если я опубликовал видео, и оно не заходит? Занимайтесь режиссурой видоса. Что я имею в виду? Смело меняйте заголовок, если вдруг вы чувствуете, блин, вот не то, вот как-то не цепляет, вот я не докрутил, вот я не додумал. Думайте, меняйте. YouTube это очень приветствует, и картинку тоже можно менять. Если вы так увидели, ага, вот статистики. Мы понимаем, что у нас очень плохо кликают на эту картинку. Рисуем новую, ставим и сравниваем с предыдущими результатами. Много раз я такими способами поднимал кликабельность видоса. Ну и последний короткий вопрос. Что больше всего любит YouTube? YouTube обожает просто, когда кто-то делится видосами в личных соцсетях. От ВК и Телеграма до запрещенных. Вот вы опубликовали ролик. Пуляйте сразу, чтобы YouTube видел, ох, эти видео делятся. Вообще везде. Автор хочет продвигать. Мы сейчас получим новую аудиторию. Да, кажется, что YouTube уже окучил всех, что все уже там сидят. Но нет, до сих пор жадный YouTube хочет, чтобы на него переходили. Поэтому шеры в соцсетях крайне важны. Ну и совсем уже напоследок о других YouTube форматах. Что там есть, кроме видосов? Давайте смотреть. Есть сообщество. Это, по сути, текстовый блог. Туда можно публиковать какие-то анонсы. Там можно какие-то объявления давать, результаты конкурсов. То есть все, что не стоит отдельного видео, можно текстом публиковать там. Но есть такая тема. Сообщество почему-то пессимизирует посты, где есть ссылки. То есть если вы добавляете ссылку, почти никто из даже ваших подписчиков этот пост не увидит. Так что, если можно без ссылки, смело пуляйте без линка. Stories на YouTube. Это просто для напоминания о видосах. Вы опубликовали, так потом себя сняли. Вот, друзья, переходите. Вдруг вы не видели. Почти никто, по моим ощущениям, эти stories не смотрит. Но все-таки такое меню в приложении YouTube есть. Поэтому можно пару раз поэкспериментировать, посмотреть, будет ли какой-то буст от ваших stories. Потом стримы. Стримы это очень круто. Потому что вы можете один раз настроить. Это недорого. Есть разные контакты, есть разные мастера. Даже ссылочка в описании будет на человека, который мне настраивал стримы. Он отрисует вам графику. Он вам поможет с донатами. Он вам все вообще просто расскажет, проинструктирует и так далее. И потом вы берете какую-нибудь стандартную веб-камеру. Даже, может быть, веб-камеру вашего ноутбука. И, например, раз в месяц общаетесь со своими подписчиками. Это и, по сути, бесплатно. Вы можете заработать на каких-то донатах. И у вас будет контакт с аудиторией. Я бы советовал после появления где-нибудь 5000 лояльных подписчиков уже запускать стримы. Шортсы. YouTube очень продвигает шортсы. YouTube обожает какие-то короткие видосы. Они могут собирать сотни тысяч просмотров. Миллионы просмотров. Вот у меня есть канал, где больше 70 миллионов просмотров. Но в чем фишка шортсов? Там важна каждая секунда. Вот просто если есть лишняя секунда, то YouTube уже будет пессимизировать ваш ролик. Поэтому добавлять рекламные интеграции в шортсы почти нереально. Зато туда можно добавлять product placement. То есть сидеть в футболке какого-нибудь бренда. Или добавлять какой-нибудь логотип в этот ролик. И за счет миллионных просмотров поднимать какие-нибудь деньги. Шортсы сейчас бустятся нереально. Если вы хотите просто лайтовенько зайти на YouTube, исключительно с помощью своего смартфона, можете попробовать этот формат и стать вообще фактически тиктокером от YouTube. Друзья, напоминаю, первая часть советов по YouTube лежит в описании. Вы можете задавать любые совершенно вопросы. Подписывайтесь на мой канал, бейте в колокольчик, ставьте лайк. С вами был Павел Городницкий. Чао!